МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Когда добраться до операционной можно только по воздуху. Специальный репортаж с борта медицинского вертолета. Не надо забывать, что это были не крепкие, здоровые мужчины, которые ушли на фронт. Это в основном были женщины. От Подмосковья до берегов Охотского моря байкеры собирают истории трудовых подвигов. О чем будет документальное кино? Для безопасности зрителей территорию у вольера расчертят линиями. По полтора метра это примерно как длина вот такого стекла. Важно соблюдать социальную дистанцию. Не больше 300 человек за час. Как изменится порядок работы новосибирского зоопарка? Когда его наконец-то откроют? Опыт дистанционного обучения в школах Новосибирской области рассмотрят на федеральном уровне. В целом наш регион с задачей удаленного образования справился, констатирует в областном правительстве. Однако массовый переход на такую форму выявил и ряд технических проблем. Образовательные интернет-платформы не выдержали нагрузки из-за роста числа пользователей. Школы были вынуждены перестраивать образовательный процесс, меняя цифровые ресурсы, переходя от одной платформы к другой. Это было в начальный период. Не все педагоги оказались готовы к удаленной передаче знаний. Классическая классно-урочная система из офлайна переносилась в онлайн и в рамках школы. Не было выработана единая модель организации дистанционного обучения. Учителя использовали множество разрозненных цифровых инструментов, что увеличило нагрузку как на самих учителей, которым быстро приходилось осваивать новые форматы работы, так и на учеников и на их родителей, в том числе, которые, по сути, занимались самообразованием. Переломить ситуацию в лучшую сторону удалось через несколько недель. В итоге дистанционно получали знания почти 100% школьников нашего региона. В области еще есть поселения, где нет интернета или сотовой связи. Задача к 2024 году обеспечить абсолютно все школы высокоскоростной сетью. По словам губернатора Андрея Травникова, новый учебный год в регионе планируют начать в традиционном очном формате обучения, но быть готовыми и к дистанционным формам, повышая при этом качество удаленного образования. Такое масштабное, массовое заочное школьное образование, конечно же, неравнозначно очному общению ребенка с педагогами и со своими сверстниками. Пользуясь площадкой рабочей группы госсовета, просьба подготовить общее предложение, которое необходимо, актуально для школ всей страны. С учетом нашего опыта, опыта наших коллег в других субъектах Российской Федерации. У еще 109 жителей региона за последние сутки подтвердился диагноз коронавирус. Два пациента скончались. А сегодня глава областного Роспотребнадзора заявил, что Новосибирск практически вышел на плато. Заболеваемость в столице нашего региона достигла пиковых значений. Уже 10 дней количество новых случаев за сутки остается примерно на одном и том же уровне. Профилактические мероприятия необходимо усиливать в районах области. Также глава ведомства отметил, 30% от числа инфицированных лечатся в домашних условиях. Когда врачи на высоте, 70 вылетов в этом году сделал вертолет санитарной авиации. Из районных больниц в мегаполис доставили 105 пациентов. О буднях медиков такой скорой помощи расскажет моя коллега Наталья Цопина. Съемочная группа новостей ОТС первой в регионе побывала на борту спецвертолета санавиации. И на утро я уже хоть бегаю, они не дают бегать, лежать, лежать, лежать. В понедельник, 15 июня, Павел Иванович рвется домой в Карасук. Два дня назад пациенту в областной больнице установили стенд. Сейчас чувствует себя здоровым, но врачей слушается беспрекословно. Чтобы спасти его от инфаркта, медики преодолели сотни километров по воздуху. 12 июня, 9.30. На вертолетной площадке аэродрома Мочище все готово к вылету. Путь предстоит неблизкий. Два пациента ждут в Карасукской ЦРБ. Чтобы доставить больных на реанимобиле, потребовалось бы около шести часов. По воздуху дорога Новосибирск-Карасук занимает час пятьдесят. В съемочной группе канал ОТС проводит инструктаж. Бригада санавиации знает о технике безопасности все. Врач Александр Болобушевич и фельдшер Ирина Волошина на этом вертолете совершили уже больше сорока вылетов. Иногда дважды в день. Порой, как и в этот раз, эвакуировали сразу несколько пациентов. Я лично забирал всех. Был определенный риск. Но мы же понимаем, что это порой единственный шанс человеку остаться живым. И этот шанс попасть в Новосибирск. Поэтому оставишь его сегодня, а завтра, может, уже и везти некого будет. Половина двенадцатого. Носилки авиационной медицинской бригады грузят в автомобиль скорой помощи Карасука. Большой диаметр колес, хорошие подшипники, мягкий ход. Поэтому это очень удобно. Мы видим, садимся на различных площадках. Здесь грунтовое покрытие. Бывает, садимся на траву, и пациентов из машины перемещаем в вертолет. Вот именно таким образом очень хорошая техника. Хорошая техника, которая позволяет бережно эвакуировать. Первый пациент с переломами позвоночника. Он их получил в результате ДТП. Отправлять его в Новосибирск по тряской дороге невозможно, говорят врачи. Только авиаперелет. И стоило сюда заезжать, я бы мог вниз спуститься. Душа моя, а где могла к вам не заезжать? Второго пациента забирают из сосудистого центра Карасукской больницы. Павел Иванович шутит даже в реанимации. Бодрится, но признает. Накануне вечером ситуация была катастрофической. Проснулся с меня в подхлечь. И потом стал вставать, а отдыхалки нет. И вдохнуть не могу ладом, и выдохнуть не могу. То есть такое было впервые? А, в первый раз. Первый раз такое. Пульс пациента, давление, количество кислорода в крови, кардиограмма. Все это в режиме реального времени выводится на мониторию витальных функций. Не нужны даже провода. Работает при помощи технологии Bluetooth. Вылет из Карасука в 12.55. Бригада санавиации стандартная. Состоит всего из двух человек. Врача и фельдшера. Когда вылетает за новорожденным, команда больше. С областной больницы летают реаниматологи. Спасибо им огромное. Потому что с малышами мы работаем крайне редко. Моя стихия – это все-таки взрослые пациенты. А они очень хорошо помогают. Это их стихия – малыши. Огромное им спасибо. Я многому у них уже научилась. Там как обращаться с малышами. И надеюсь, они также будут продолжать с нами летать. В 14.40 вертолет санавиации приземляется на площадке около мотодрома на Тульской. Там уже ждут два автомобиля скорой помощи. В 15.00 пациенты доставлены в экстренный приемный покой. Теперь за их здоровье отвечают медики Новосибирской областной клинической больницы. У медиков скорой на сегодня вылетов больше не запланировано. Наталья Ацубина, Борис Гладких, Новости ОТС. Другим темам. Бесплатный сыр только в мышеловке. Это в очередной раз подтверждает история, которую рассказал новостям ОТС житель Волгоградской области. Он приобрел через интернет-магазин автомобильные шины с большой скидкой. Но товар, который должен был прийти из Новосибирска, клиент так и не получил. А сайт, где предлагали автотовары, больше не работает. В ситуации разбирался наш корреспондент Дмитрий Белькевич. Колеса на служебный УАЗ и личную Ладу. Житель небольшого города Волгоградской области Евгений Трофимов искал долго. На одном из интернет-сайтов нашел подходящий товар с большой скидкой. За комплект шин чуть больше 25 тысяч рублей. Мужчина оплатил покупку через Бирбанк и ждал доставки из Новосибирска. Однако прошло несколько недель, а шины так и не привезли. Сначала мы созвонились, обсудили все условия. В связи с коронавирусом они перенесли поставку на май, поскольку дело было в апреле у нас. Ну и где-то в начале мая я им писал, сказали, что доставка будет на 20 числа. Позднее продавцы перестали выходить на связь. Не работала электронная почта, а вскоре закрыли сайт. Мужчина обратился в полицию города Новоанненского. По словам мужчины, стражи порядка заявили, фирма якобы банкрот и ждать от нее что-либо бесполезно. Меж тем на сайте арбитражного суда Новосибирской области данных о банкротстве организации нет. Зато в интернете масса негативных отзывов покупателей, попавшихся на удочку, недобросовестных продавцов. Журналисты УТС отправились на место, указанное как офис организации. Новые арендаторы говорят, обиженные покупатели – частые гости. Но найти обидчиков еще никому не удалось. Как рассказал по телефону владелец сайта, домен он давно продал. Перестали заниматься шинами, выставили на авито сайт продать и продали. Оказалось, продали каким-то машинникам. А давно это было все? Расскажите, пожалуйста. Ну вот по зиме, по зиме это где-то было, мы продали этот сайт. Все дистанционно передали, все там документы правообладания. И вот такая началась история. Какой будет конец у этой истории, пока не ясно. Известно только, что пострадавших от деятельности мошенников набралось несколько сотен в разных уголках страны. И разобраться в произошедшем под силу только правоохранителям. Дмитрий Белькевич, Александр Егоров, Александр Миняйло. Новости ОТС. Инспекторы ГИБДД отмечают двукратный рост дорожных происшествий на минувших выходных. 29 серьезных аварий. В них пострадали 35 человек. Четверо погибли. В Тагучине 77-летний пенсионер ехал на мотоцикле, перевернулся в кювет. Погиб. А на трассе К-17 в дерево врезалась машина. За рулем была девушка. Она скончалась до приезда медиков. При странных обстоятельствах в Венгеровском районе погиб мужчина. Управлял микроавтобусом. Съехал в придорожное болото. Пассажирка покинула место аварии, пошла за помощью. А когда вернулась, обнаружила водителя в уже сгоревшей машине. Причину возгорания установят после проведения экспертизы. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Синхротронное излучение позволило ученым узнать, что в листьях и корнях лилейника содержится больше 20 микроэлементов. В том числе, такие редкие, как титан. Следственный отдел Кировского района проведет проверку по факту гибели двухлетней девочки. Ребенок выпал из окна третьего этажа на улице Паласа 11 июня. Врачи боролись за жизнь малышки 4 дня, но спасти так и не смогли. Попадение ребенка из окна в Новосибирске не редкость. В прошлом году таких несчастных случаев было 9. Всемирный день доноров Новосибирской области отметили масштабной сдачей крови. Как донорство может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией? Расскажет Мария Никитина. Первые несколько раз Дмитрий просто сдавал кровь. Потом твердо решил стать кадровым донором. Говорит, после донации чувствует себя гораздо лучше. В качестве приятных бонусов денежное вознаграждение, лишний выходной и регулярный бесплатный медосмотр. Кадровым донором, чтобы стать, нужно у тебя, чтобы здоровье было. Потому что перед тем, как сдавать, ты проходишь медкомиссию, анализы сдаешь. Если у тебя какие-то анализы, ребята страняют плохие. Тут не так все просто. Не каждый может стать. Донор в ответе не только за себя. Он спасает чужие жизни. Чтобы регулярно сдавать кровь добровольцу, необходимо вести здоровый образ жизни и правильно питаться. По ряду причин врачи могут не допустить человека к донации. К абсолютным противопоказаниям относятся те противопоказания, которые мы устанавливаем один раз и на всю жизнь. Как правило, это серьезная соматическая патология, а также инфекционные болезни, такие как туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатиты, перенесенные даже в детстве и даже гепатита. К относительным противопоказаниям относятся все, начиная от респираторной инфекции, экстракции зуба, заканчивая любой операцией, беременностью и так далее. В Новосибирске один из самых высоких показателей повторного донорства среди мегаполисов более 80%. Регина – потомственный донор. Девушка руководит волонтерским движением в медуниверситете. Призывает студентов сдавать кровь. Моя мама является почетным донором. Бабушка также была донором. Я фактически выросла в центре крови, потому что мама работает здесь врачом. И только исполнилась в 17 лет и первый раз пошла сдавать кровь. Сегодня у меня уже 32-й раз. Еще немножко из-за почетного. В мае плазму доноров начали тестировать на наличие антител к инфекции COVID-19. В переливании этого компонента нуждаются пациенты коронавирусных госпиталей. Это делается для того, чтобы, с одной стороны, посмотреть напряженность иммунитета жителей Новосибирска к новой коронавирусной инфекции, а также с целью того, чтобы выявить высокотетражные сыворотки и заготовить антиковидную плазму уже для клинического использования. Специалисты говорят, в Новосибирске нет недостатка донорской крови. Ежегодно донации совершают 50 тысяч человек. Специалисты заготавливают более 35 тысяч литров цельной крови и более 100 литров различных компонентов. Сегодня в честь Дня донора всем сдавшим кровь выдали благодарственные письма и конфеты. И даже угостили красным вином. Мария Никитина, Александр Ширудила, Александр Егоров. Новости ОТС. В правительстве региона вручили государственные награды Российской Федерации и Госпремии Новосибирской области. Церемонию посвятили Дню России. Высокие звания, ордена и медали получили несколько десятков человек. Трудятся они в разных сферах промышленности, культуре, сельском хозяйстве, спорте. Герои нашего следующего сюжета – те, чьи успехи в здравоохранении высоко оценили на уровне страны. Обладатели медали ордена за заслуги перед отечеством второй степени – старший фельдшер-лаборант Любовь Добрынина. И медсестра – анестезист. Полина Шепилина. Прийти в медицину Любови Добрыниной и ее сестре-близняшке посоветовала мама. Сейчас сестры трудятся вместе и уже не могут представить себя в другой профессии. В областной больнице Любовь Гурьянова 39 лет. Когда мы пришли на работу, были технологии такие, что мы преливали пипеточками, трясли эти пробирочки, работали с кислотой натурально. Сейчас современные технологии, работа на анализаторах, компьютеризация, информационная система. Сейчас, конечно, гораздо проще. С 2001-го Любовь Добрынина в должности старшего фельдшера-лаборанта. Под ее крылом больше 50 человек. Чтобы в работе не было сбоев, приходится быть еще и психологом. Все, все приготовили. Шприц для раздувания, манчеты, лингоскоп. Полина Шипелина пришла в областную больницу 14 марта 77-го, когда клиника была еще на Красном проспекте 3. Начинала в аллергологии, но вспоминает энергии много. И в терапевтическом отделении все время чего-то не хватало. Задумывалась об операционной. В 85-м мечта сбылась. Всегда нужно, как наша старшая бывшая сестра говорила, что всегда относитесь к пациентам так, как если бы на столе на операционном лежал ваш близкий родственник. Или вы. Ответственные работники с 40-летним стажем. Медики, которых уважает коллектив. И Любовь Добрынина, и Полина Шипелина вспоминают. Не поверили, когда узнали, что им присвоили медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Я подумала, неужели рядовую анестезистку могут наградить такой медалью. Просто не поверила. Мне, наверное, не просто так дали, да, потому что за мной коллектив. Все-таки мы вместе, мы единая команда. И моя награда, это награда всего коллектива. Ко Дню России в правительстве региона вручили пять высоких наград медикам Новосибирской областной клинической больницы. Заслуженный врач Лена Валерьевна Калкина, это заслуженный работник здравоохранения Татьяна Ивановна Новицкая. И три медали ордена «Заслуги перед Отечеством» трех, ну, одних из самых таких авторитетных медицинских сестер, старших сестер, которые тут отработали практически всю жизнь. Ну, я думаю, общий стаж, общий стаж, наверное, ну, за сто лет это точно, лет, наверное, сто двадцать. Наградили сейчас, а представили к наградам. И присвоили эти звания еще в прошлом году, к 80-летию клиники. Отмечают случай беспрецедентный. В 2019-м сразу десять медиков в больнице отмечены президентом страны. Наталья Цопина, Александр Миняйло, Сергей Жданов. Новости ОТС. Держите между собой гепарда или новые правила посещения новосибирского зоопарка в период пандемии. В учреждении готовятся к открытию после вынужденного простоя и, развлекая, образовывают. Размер гепарда как раз полтора метра, необходимые для соблюдения социальной дистанции. Что еще должны знать посетители зоопарка, расскажет Екатерина Стывко. У вольеров с обезьянами непривычно тихо, хотя раньше у клеток было не протолкнуться. Любимое развлечение орангутанов Мишель и Бату – рыбалка. Через крышу они перекидывают веревку и ждут, когда им привяжут угощение. Сотрудники зоопарка говорят, сейчас обезьяны заскучали. Оживились лишь при виде съемочной группы. Уже три месяца зоопарк закрыт для посетителей. Прокормить почти 10 тысяч животных – непростая задача. Одни только хищники ежедневно съедают 250 килограммов мяса. Ежемесячная сумма содержания зоопарка – больше 30 миллионов рублей. В тяжелые времена учреждения поддерживали волонтеры, а из бюджетов города и области выделяли дополнительные средства. Мы из своего бюджета выделили деньги 5 миллионов, затем 27,5 – это областной транш. Мы надеемся, что сейчас будет еще одно решение, поддержка со стороны области. Областной бюджет еще раз поддержит. Но постоянно на бюджете, на таком содержании это невозможно. То есть самое верное решение – это все-таки дать возможность работать в зоопарке. Директор зоопарка уверяет – к открытию готовы. Уже закупили дезинфицирующие средства. Каждые два часа – обработка асфальта, лавочек, урн и поручней. Также развесили по территории санитайзеры. Бассейн с белыми медведями в зоопарке – одно из самых популярных мест. Мишки – прирожденные артисты. И внимание публики способны удерживать долго. Для безопасности зрителей территорию у вольера расчертят линиями. По полтора метра – это примерно как длина вот такого стекла. Важно соблюдать социальную дистанцию. Запускать посетителей в зоопарк будут небольшими группами – по 300 человек в час. Контролировать количество будут с помощью датчиков и электронного билета оборота. Вот будем ограничивать продажи, допустим, из 600 билетов, с 9 до 11, 600 билетов, с 11 до часа еще 600. И так до 3-4 тысяч в сутки. Во время нахождения в зоопарке будет лимитировано? Мы не будем выгонять людей, искать по территории, направлять на выход. Будем, значит, меньше запускать. То есть, да, там, значит, следующие позже зайдут. В зоопарке вводят обязательный масочный режим. Причем не только для безопасности посетителей, но и зверей. По словам зоологов, человеческими болезнями могут заразиться обезьяны и кунии. Что касается павильонов, для посещений они будут закрыты. А точки общественного питания начнут работать только на вынос. Точную дату открытия новосибирского зоопарка пока не сообщают. Совещание по этому вопросу состоится завтра. Екатерина Стывко, Александр Миняйло, Новости ОТС. Лучших соцработников выбрали в Новосибирской области. В регионе подвели итоги конкурса народного голосования «Человек с большим сердцем». Ксения Петренко подробнее. От Искитимского района на конкурс «Человек с большим сердцем» заявки отправили трое. Среди них и была Оксана Владимировна Ковалева, заместитель директора Центра социального обслуживания. На победу не рассчитывала, даже не следила за ходом голосования. Уверяет в ее коллективе, каждый достоин носить звание лучшего соцработника. Работая в комплексном центре, я постоянно, наверное, вношу какие-то новые идеи и стараюсь их реализовать сама. Поэтому очень много проектов, более 30 проектов реализовано в нашем учреждении. Более 5 миллионов рублей привлечено для развития центра. Ну и, конечно же, это же все люди, потому что одна я навряд ли что-то могу сделать. А вот все вместе, конечно, получается очень большое дело. Коллеги говорят, это заслуженная победа. За Оксану Ковалеву свой голос отдали 3000 человек. Она человек удивительный, и только замечательные слова можно не сказать. То есть это Оксана Владимировна тот человек, который должен работать в социальной защите. Это очень открытый человек, очень доброжелательный человек, очень внимательный ко всем, вот к любым людям. Что по телефону к нам позвонят, что здесь люди будут в коридоре или где-то на улице, она всегда ответит, все объяснит, все подскажет. В центре социального обслуживания оказывает помощь пожилым людям, ветеранам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам. Оксана Владимировна работает там уже 15 лет и знает, настрой в коллективе очень важен. Самое главное, чтобы коллектив работал в команде, а чтобы команда работала, надо, чтобы она была здоровой командой. В здоровой команде сделаются все дела, поэтому очень важно чувствовать, когда у специалистов плохое настроение, когда у специалистов опускаются руки по какому-то поводу, необходима поддержка, необходима помощь. Такие, если говорить о коллективных формах работы, мы ежемесячно проводим семинары со специалистами, обязательно на семинарах делаем хоть кусочек, ну такой психологической разгрузки. Выслушать каждого сотрудника, помочь решить сложные задачи. Со всем этим Оксана Владимировна справляется на отлично. Ксения Петренко, Сергей Жданов, новости ОТС. «Ночные волки» снимают документальный фильм, картина байкеров. Будет не о братстве, не о мотоциклах, а о ветеранах труда Советского Союза. Слоган, киноленты – все для фронта, все для победы. Больше 10 тысяч километров от Красногорска до Магадана. Это не просто путешествие, это мотопробег, посвященный труженикам тыла Великой Отечественной войны. Маршрут выстроен так, чтобы побывать в городах, в которых в годы войны были крупные производства. Очень часто рассказываем о боях, именно о наступлении, о поражениях каких-то, но редко вспоминаем вот этот тяжелейший труд, который обеспечивал фронт, что называется «все для фронта, все для победы», где и отдыха не было, и питания не было, и тепла не было, и одежды не было, не было фактически ничего. То есть люди работали на морально-волевых силах своих. В каждом городе байкеров встречают местные ночные волки. Они готовят для товарищей экскурсии и устраивают встречи с ветеранами. Итогом такого мотомарша станет документальный фильм. Мы стараемся делать эти мероприятия именно для того, чтобы люди младшего поколения видели, что есть люди, которым это небезразлично, и которые это хотя бы, если там из 10 человек молодого поколения увидит хотя бы один, и муж как-то это западет, и он задаст вопросы по этому поводу, то это будет уже полезное мероприятие. В столице Сибири ночные волки возложили цветы к монументу славы, побывали в колледже имени Александра Покрышкина и встретились с ветераном труда Александром Кузьминым. Это очень большой проект, который делают ребята, и нам действительно хочется им помочь. И фильм, который будет по окончанию этого проекта, наш город внесет большую лепту о подвигах тех людей, которые стоят у станков, которые своим трудом создавали и ковали эту победу. Также байкеры посетили завод имени Валерия Чекалова. Именно это предприятие выпускало знаменитые самолеты И-16, известные как Ишачки, первые в истории авиации истребители, монопланы. В 1941 году это были самые массовые истребители в Союзе. На них летали такие знаменитые герои, как Александр Покрышкин и Иван Кожедуб. С 1942 года предприятие пришло на выпуск истребителей типа Як. Кстати, Чекаловский завод был одним из рекордсменов по производительности. За сутки предприятие выпускало 25-30 самолетов. За годы войны завод отправил на фронт около 15,5 тысяч Яков. Это почти половина от всех выпущенных в стране истребителей. Каждый второй самолет был отправлен в страну с авиационных заводов, был как раз отправлен именно с нашего завода, Новосибирского завода. В музее завода хранятся образцы авиамашин и детали космического челнока «Буран», в разработке которого принимали участие очкаловцы. Есть даже демонстрационная часть кабины самолета Су-24. Сейчас завод выпускает истребители-бомбардировщики Су-34. На очереди у ночных волков другой город и другие герои. Завершить путешествие байкеры должны 5 июля. Ну а после приступят к монтажу фильма. Ксения Корзун, Тарас Тарасов, Новости ОТС. И лекарства, и экологический биоиндикатор. Новосибирские ученые первыми в мире сделали рентген-цветку. Лилейник. Растение, широко распространенное в наших краях, удивило своим составом не только ботаников, но и физиков-ядерщиков. Они произрастают в природе в большом количестве, в основном в Китае. Произрастают также в Японии, в Корее. А еще в Сибири и на Дальнем Востоке всего около 20 видов. Лилейник хорошо известен ученым, но именно новосибирцы задались вопросом, а что именно и в каком количестве содержится в его корнях, листьях и цветах. Вместо микроскопа впервые использовали синхротрон. И результаты исследования оказались очень интересными. Причем не только для биологов, но и для экологов. Цветы, высаженные на городских улицах, показали себя хорошими биоиндикаторами состояния окружающей среды. В некоторых местах мы выявили, что вот такие элементы токсиканты, они как бы очень сильно накапливаются в органах растений этих, в листьях и корневищах. У нас выяснилось так, что наиболее грязные зоны две точки были в Кольцово, две в условиях Берска и две в условиях Шлюза. Это правый берег и одна в условиях ГЭС. В растениях из этих зон синхротрон нашел свинец, никель, цинк, железо и хром. А вот в экологически чистых территориях лилейник, напротив, наполняется полезными элементами. Например, в нем много аскорбиновой кислоты. Синхротронное излучение позволило ученым узнать, что в листьях и корнях лилейника содержится больше 20 микроэлементов, в том числе такие редкие, как титан. Большинство этих веществ полезны для человеческого организма. И о том, что этот цветок может лечить людей, знали еще мудрецы Древнего Востока. Но тогда это было скорее интуитивно. А сейчас это научно доказанный факт. Лилейник используют как в народной, так и в официальной медицине при лечении болезней печени и желчного пузыря. А в Китае и Монголии, и на Тибете с его помощью борются с опухолями. Исследование новосибирских ученых может помочь фармакологам развить это направление. Алина Штоколова, Артем Малевич, Новости ОТС. И это все новости на сегодня. 15 июня в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. Берегите себя. Здравствуйте. Прогноз на 16 июня. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 3,8 м в секунду. Влажность 50%. Температура ночью плюс 9,11. Днем плюс 15,17. В последующие двое суток ожидаются дожди. Температура воздуха в среду плюс 20,22. В четверг плюс 19,21. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения. И оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»